Мишель Монтень. Опыты. Мишель Монтень. Годы жизни. 1533-1592. Французский писатель и философ эпохи Возрождения. Книга третья, глава восьмая. Об искусстве беседы. У нашего правосудия существует обычай осуждать одних в пример другим. Осуждать их за то, что они провинились, было бы, как говорит Платон, нелепым, ибо того, что сделано, переделать нельзя. Но осуждают за тем, чтобы они больше не совершали тех же провинностей, или же за тем, чтобы другим неповадно было делать то же самое. Когда человека вешают, его этим не исправишь, но другие на этом примере исправляются. Так же поступаю и я. Заблуждения мои порою свойственны самой природе моей и неисправимы. Но как люди достойные представляют всем другим пример для подражания, так и я окажу им известную услугу, показав, чего следует избегать. Разве ты не видишь, как дурно живет сын Альба и как нищ Бар? Отличное предупреждение всякому, чтобы не расточал отцовское добро. Гораций. Сатиры. Выставив напоказ и осудив свои собственные недостатки, я научу кого-нибудь опасаться их. По свойствам своей натуры, на мой взгляд наиболее ценным, я склонен скорее себя обвинять, чем превозносить. Вот почему я постоянно возвращаюсь к этому и останавливаюсь на этом. Но, рассказывая про себя, поступаешь в ущерб себе, самообвинением твоим, всегда охотно верят, самовосхвалением никогда. Есть, может быть, и другие люди, вроде меня, которые полезный урок извлекут скорее из вещей неблаговидных, чем из примеров, достойных подражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. Этот род науки имел в виду Катон Старший, когда говорил, что мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца, а также упоминаемый повсанием древний лирик, у которого в обычае было заставлять своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, чтобы на его примере учились они избегать неблагозвучия и фальши. Отвращение к жестокости увлечет меня по пути милосердия гораздо дальше, чем удалось бы любому образцу мягкосердечия. Отличнейший наездник не так искусно научит меня хорошо сидеть в седле, как судейский чиновник или моряк-венецианец верхом на коне, а чтобы блюсти чистоту языка, неправильную речь мне слушать полезнее, чем правильную. Нелепое поведение глупца постоянно служит мне предупреждением и советом. То, что вызывает возмущение, больше волнует и будоражит, чем то, что нравится. Нашему времени гораздо свойственнее исправлять людей дурными примерами, разладом больше, чем слаженностью, противоположным больше, чем сходным. Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными, ибо их сколько угодно. Наблюдая людей докучных, я старался быть тем приятнее. Наблюдая слабых, воспитывал в себе большую твердость, и у резких учился быть как можно снисходительнее. Однако той же меры, что они, я достичь не мог. Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума, по-моему, беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня наиболее приятной. Вот почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я, наверное, предпочел бы скорее потерять зрение, чем слух или дар речи. Афиняне, а вслед за ними и римляне, придавали в своих академиях высокое значение этому искусству. В наше время итальянцы сохранили в нем некоторые навыки к большой для себя выгоде, если сравнить их способность суждения с нашей. Учась чему-либо по книгам, движешься вперед медлительно, слабо, безо всякого пыла, живое же слово, и учит, и упражняет. Если я веду беседу с человеком сильной души, смелым соперником, он нападает на меня со всех сторон, колет и справа, и слева. Его воображение разжигает мое. Дух соревнования, стремление к победе, боевой пыл, увлекают меня вперед и возвышают над самим собой. Полное согласие – свойство для беседы весьма скучное. Так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами низменными и ущербными. Это самая гибельная зараза. По опыту своему я знаю, чего это стоит. Я люблю беседы и споры, но лишь с немногими и в тесном кругу, ибо выставлять себя на показ перед сильными мира сего, щеголять своим умом и красноречием, я считаю делом недостойным порядочного человека. Глупость – свойство пагубное, но неспособность переносить ее, терзаясь раздражением, как это со мной случается, тоже недуг, не менее докучный, чем глупость, и я готов признать за собою этот недостаток. В беседу и спор я вступаю с легкостью, тем более, что общепринятые мнения не находят во мне благоприятной почвы, где они могли бы укорениться. Никакое суждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они ни были мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я не счел бы вполне допустимым порождением человеческого ума. Мы, не признающие за суждением своим право выносить приговоры, должны снисходительно относиться к самым различным мнениям, и если мы с ними не согласны, будем их все же спокойно выслушивать. Если одна чаша весов совсем пуста, пусть на другую, колебля ее, лягут хотя бы сонные грезы какой-нибудь старушки. Полагаю также вполне извинительным предпочитать нечетные числа, четверг, а не пятницу, стараться быть за столом не тринадцатым, а двенадцатым или четырнадцатым, охотнее наблюдать, как заяц бежит вдоль дороги, по которой путешествуешь, чем как он перебегает ее, и при обувании протягивать слуге сперва правую ногу. Все эти выдумки, которым верят окружающие, заслуживают хотя бы того, чтобы их выслушивать. По мне это бабьи сказки, но и бабьи сказки уже кое-что. Народные приметы и гадания все же не ничто, а нечто. Тот же, кто думает иначе, стремясь избежать суеверия, впадает в порог бессмысленного упрямства. Противные моим взглядам суждения не оскорбляют и не угнетают меня, а только возбуждают и дают толчок моим умственным силам. Мы не любим поучений и наставлений, однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда они преподносятся в виде беседы, а не какой-нибудь нотации. При малейшем возражении мы стараемся обдумать не основательность или не основательность его, а каким образом, всеми правдами или неправдами, его опровергнуть. Вместо того, чтобы раскрыть объятия, мы сжимаем кулаки. Я же готов выслушать от друзей самую резкую отповедь. Ты дурак, ты городишь вздор. Я люблю, чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом и слова у них не расходились с мыслями. Нам следует иметь уши более стойкие и выносливые и не изнеживать их, слушая одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных. Я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов, так же, как любовь, которая может кусаться и царапаться до крови. Ей не хватает пыла и великодушия, если она не задириста, если она так благовоспитана и изыскана, что боится резких толчков и все время старается сдерживаться. Ведь нельзя спорить, не опровергая противника, цицерон, о высшем благе и высшем зле. Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание. Я предпочитаю того, кто противоречит мне и тем самым учит меня. Общим делом и его, и моим должна быть истина. Что сможет он ответить, если ярость уже помутила ему рассудок, а раздражение вытеснило разум? Было бы полезно биться в наших спорах об заклад, чтобы за ошибки мы платились бы чем-то вещественным, вели им счет, и чтобы слуга мог сказать нам, в прошлом году вы потеряли сотню IQ на том, что двадцать раз проявили невежество и упрямство. Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягиваю ей свое опущенное оружие, даже издалека видя ее приближение. Если, критикуя мои писания, принимают не слишком высокомерный и наставительный тон, я охотно прислушиваюсь и многое меняю в написанном мною, скорее из соображений учтивости, чем для того, чтобы действительно произвести какие-то улучшения. Даже в ущерб себе я готов легко уступать критикам, чтобы поддерживать и поощрять в них желание свободно выражать свои мнения. Однако современников моих крайне трудно вовлечь в такой спор. У них нет мужества указывать собеседнику на его ошибки. Не хватает у них духу и на то, чтобы самим принимать его замечания. И друг с другом они всегда говорят неискренно. Я настолько люблю, чтобы люди обо мне судили и узнавали мою подлинную сущность, что мне почти безразлично, идет ли речь о том или о другом. В воображении своем я так склонен противоречить самому себе и осуждать самого себя, что мне все равно, если это делает кто другой. Главное ведь то, что я придаю его мнению не больше значения, чем это мне в данный момент угодно. Но я прекращаю спор с тем, кто уж слишком заносится. Я знавал одного человека, который обижается за свое мнение, если ему недостаточно верит, и считает оскорблением, если собеседник колеблется, последовать ли его совету. То, что Сократ весело принимал все возражения, которые ему делали, может быть, происходило потому, что он хорошо сознавал свою силу и, будучи уверен, что окажется прав, усматривал в этих возражениях лишнюю возможность утвердить свою славу. Напротив, мы видим, что больше всего задевает нас сознание превосходства нашего противника и его презрение, а между тем именно слабому следует по справедливости со всей готовностью стать на правильный путь. И я действительно больше ищу общество тех, кто меня поучает, чем тех, кто меня побаивается. Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают, удовольствие весьма пресное и даже вредное для нас. Антисфен наставлял своих детей никогда не выражать ни малейшей благодарности тому, кто их хвалит. Я гораздо больше горжусь победой, которую одерживаю над самим собою, когда в самом полуспора заставляю себя склониться перед доводами противника, чем радуюсь, одолевая противника из-за его слабости. Одним словом, я готов принимать и парировать все удары, которые наносят мне по правилам поединка, даже самые неумелые, но не переношу ударов неправильных. Суть дела меня трогает мало, высказываемые мнения безразличны, и я более или менее равнодушен к исходу спора. Я готов хоть целый день спокойно вести спор, если в нем соблюдается порядок. Я требую не столько силы и тонкости аргументов, сколько порядка. Того порядка, который всегда соблюдают в своих словесных распрях пастухи или молодцы, стоящие за прилавками, но никогда не соблюдаем мы. Если беспорядок и возникает, то потому что спор переходит в перебранку, а это случается и у нас. Но пыл и раздражение не уводят их от сути спора, речь идет все о том же. Если они перебивают друг друга, не выслушивают до конца, то во всяком случае все время понимают, о чем идет речь. По-моему, любой ответ хорош, если он к месту. Но когда спор превращается в беспорядочную свару, я отхожу от сути дела и увлекаюсь формой, злюсь, раздражаюсь и начинаю проявлять в споре упрямство, недобросовестность, высокомерие, а потом мне приходится за все это краснеть. Невозможно вести честный и искренний спор с дураком. Воздействие такого неистового советчика, как раздражение, губительно не только для нашего разума, но и для совести. Брань во время споров должна запрещаться и караться, как другие словесные преступления. Какого только вреда не причиняет и не нагромождает она, неизменно порождаемая злобным раздражением. Враждебное чувство вызывают в нас перво доводы противников, а затем и сами люди. Мы учимся в споре лишь возражать, а так как каждый только возражает и выслушивает возражения, это приводит к тому, что теряется, уничтожается истина. Вот почему Платон в своем государстве лишал права на спор людей с умом ущербным и неразвитым. Зачем отправляться на поиски истины со спутником, не умеющим идти так ровно и быстро, как надо? Предмету не наносится никакого ущерба, если от него отступают, чтобы найти правильный способ рассуждать о нем. Я имею в виду не приемы схоластических силогизмов, а естественный путь здравого человеческого разумения. К чему это все может привести? Один из спорщиков устремляется на запад, другой на восток. Оба они теряют из виду самое главное, плутая в дебрях несущественных частностей. После часа бурного обсуждения они уже сами не знают, чего ищут. Один погрузился на дно, другой залез слишком высоко, третий метнулся в сторону. Тот цепляется за одно какое-нибудь слово или сравнение. Этот настолько увлекся своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдается лишь ходу своих мыслей, не обращая внимания на ваши. А третий, сознавая свою слабость, всего боится, все отвергает, с самого начала путает слова и мысли, или же в разгаре спора вдруг раздраженно умолкает, напуская на себя горделивое презрение от досада на свое невежество, либо из глупой ложной скромности уклоняясь от возражений. Одному важно только наносить удары, и все равно, что при этом он открывает свои слабые места, другой считает каждое свое слово, и они заменяют ему доводы. Один действует только силой своего голоса и легких, другой делает выводы противоречащие его же собственным положением, этот забивает вам уши пустословием всяческих предисловий, и отступлений в сторону. Тот вооружен лишь бранными словами и ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться, и тем самым уклониться от беседы с человеком, с которым он не может тягаться умом. И, наконец, еще один, меньше всего озабочен разумностью доводов, зато он забивает вас в угол диалектикой своих силогизмов и донимает формулами своего ораторского искусства. «Кто же, видя какое употребление мы делаем из наук, этих ничего не исцеляющих наук, Сенека, не усомниться в них и в том, что они могут принести какую-нибудь пользу в жизни? Кого логика научила разумению? Где все ее прекрасные посулы? Не лучше жить, не толкове рассуждать? Цицерон. Разве рыночные торговки сельдью городят в своих перебранках меньше вздора, чем ученые на своих публичных диспутах? Я предпочел бы, чтобы мой сын учился говорить в каких-нибудь кабачках, чем в этих школах для говорения. Наймите магистра свободных искусств, побеседуйте с ним. Пусть бы он дал нам почувствовать весь блеск своего искусства. Пусть бы он восхитил женщин и жалких невежд вроде нас основательностью своих доводов и стройной логичностью рассуждений. Пусть бы он покорил нас, убедил, как ему будет угодно. Для чего человеку, обладающему такими преимуществами, как в предмете своей науки, так и в умении рассуждать, пользоваться в словесной распри, оскорблениями, нескромными гневными выпадами. Сбрось он с себя свою ермолку, мантию, свою латинскую ученость, не забивай он вам слух самыми чистыми, беспримесными цитатами из Аристотеля, и вы найдете, что он не лучше любого из нас грешных, а, пожалуй, и хуже. Мне кажется, что с их витиеватыми и путанными речами, которыми они нас морочат, обстоит так же, как с искусством фокусников. Их ловкость действует на наши ощущения, завладевает ими, но убедить нас ни в чем не может. Кроме этого фиглярства, все у них пошло и жалко. Учености у них больше, а глупости ничуть не меньше. Я люблю и почитаю науку, равно как и тех, кто ею владеет. И когда наукой пользуются как должно, это самое благородное и великое из достижений рода человеческого. Но в тех, а таких бесчисленное множество, для кого она главный источник самодовольства и уверенности в собственном значении, чьи познания основаны лишь на хорошей памяти, скрывающейся в чужой тени, Сенека, кто все черпает только из книг, в тех, осмелю сказать, я ненавижу ученость даже несколько больше, чем полное невежество. В нашей стране и в наше время ученость может быть полезной для кармана, но душе она редко что-либо дает. Для слабой души она является тяжелым и трудно перевариваемым материалом, отягощает и губит ее. Души возвышенные она еще больше очищает, просветляя и утончая их до того, что в них уже как бы ничего не остается. Ученость как таковая сама по себе есть нечто безразличное. Для благородной души она может быть добавлением очень полезным, для какой-нибудь иной вредоносным и пагубным. Вернее было бы сказать, что она вещь драгоценная для того, кто умеет ею пользоваться, но за нее надо платить настоящую цену. В одной руке это скипетр, в другой побрякушка. Но пойдем дальше. Какой еще можно желать победы, когда вы убедили противника, что ему нет смысла продолжать с вами борьбу? Если побеждает то положение, которое вы защищали, выигрыши истина. Если побеждает ясность и стройность вашего рассуждения, выигрыши вы сами. Мне сдается, что у Платона и Ксенофонта Сократ ведет спор скорее ради пользы своих противников, чем ради самого предмета спора. Скорее ради того, чтобы Эвридем и Протагор, персонажи диалогов Платона, прониклись сознанием своего собственного ничтожества, чем порочности своего учения. Он обращается с предметом так, словно ставит себе более важную цель, чем истолкование такового, то есть стремится просветить умы тех, с кем беседует и кого учит. Во время охоты ловкость и целесообразность наших действий и является в сущности той дичью, за которой мы охотимся. Если мы ведем охоту плохо, неумело, для нас нет извинения. А уж поймаем ли мы дичь или не поймаем, дело совсем другое, ибо мы рождены для поисков истины. Обладание же ею дано лишь более высокому и мощному духу. Истина вовсе не скрыта, как это утверждал Демокрит в глубочайших безднах, вернее, будет считать, что она царит высоко над нами и владеет ею мысль божества. Мир наш только школа, где мы учимся познавать. Самое важное не взять приз, а проявить больше всего искусства в состязании. Тот, кто вещает истину, может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор. Ибо дело у нас не столько в том, что именно сказано, сколько в том, как сказано. Я склонен уделять форме не меньше внимания, чем сути. Защитнику дело не меньше, чем самому делу, как считал нужным Алкевиат. Мне всегда доставляют удовольствие читать произведения различных писателей, не заботясь о том, много ли они знают. Меня занимает не самый предметах, а то, как они его трактуют. Точно так же стараюсь я завязать знакомство с тем или иным из прославленных умов не для того, чтобы он меня учил, но для того, чтобы узнать его самого. Любой человек может сказать нечто соответствующее истине, но выразить это красиво, разумно, немногословно смогут не столь уж Вот почему меня раздражает несказанное неверно по незнанию, а неумение сказать это хорошо. Я прервал многие полезные для меня связи из-за того, что те, с кем я был связан, проявляли полную неспособность к беседе. Даже раз в год я не выскажу возмущение ошибками тех, кто от меня зависит, но ежедневно у нас происходят стычки из-за глупости и упрямства, которые они проявляют в своих тупых ослиных объяснениях, извинениях и оправданиях. Они не понимают, что и почему им говоришь, и точно так же отвечают, доводя меня прямо до отчаяния. Самый для меня болезненный удар по голове тот, который мне наносит другая голова. Я готов скорее примириться с пороками моих людей, чем с их нахальством, докучностью и глупостью. Пусть уж лучше они меньше делают, лишь бы проявили способность что-то делать. Живешь в надежде пробудить их добрую волю, но отчурбана не на что надеяться и нечего ждать. Но что, если я считаю вещи не тем, чем они на самом деле являются? Это вполне возможно, и потому я готов осудить свое нетерпение и сразу же сказать, что оно так же порочно в правом, как и в неправом. Кто не выносит несвойственных самому себе повадок, тот не в меру раздражителен. И кроме того, сказать по правде, нет глупости больше назойливее и диковиннее, чем и оскорбляться глупостями, творящимися вокруг, ибо эта глупость обращается против нас же. И у некоего философа древности никогда не было недостатка в поводах для слез, коль скоро он приглядывался бы к самому себе. Миссон, один из семи мудрецов, во многом сходный с Тимоном и Демокритом, на вопрос, над чем это он смеется, сидя в одиночестве, ответил, да как раз над тем, что смеюсь про себя, Диоген Лаэрдский. Сколько глупостей, что ни день, говорю я сам в ответ на другие, и насколько же этих глупостей больше по мнению других. Если из-за этого я сам себе кусаю губы, что же делают другие? Одним словом, надо жить среди живых людей, и не заботиться о том, а тем паче не вмешиваться в то, как вода течет под мостом. И правда, почему мы без всякого раздражения видим человека кривобокого, косолапого, и не можем не прийти в ярость, встретившись с человеком, у которого ум в крив и в кось. Источник этого неправедного гнева не столько провинность, сколько сам судья. Будем всегда помнить изречение Платона, если что-нибудь по-моему нездорова, то не потому ли, что это я нездоров? Не сам ли я в этом виноват? Нельзя ли мой упрек обратить против меня самого? Плутарх. Слова божественно мудрые, бичующие, самое общераспространенное из человеческих заблуждений. Не только упреки, которые мы делаем друг другу, но и наши доводы, и наши аргументы в спорах, большей частью можно обратить против нас же, и поразить нас нашим же оружием. У древних я нахожу этому достаточно яркие примеры. Очень удачно и весьма к месту сказал ниже следующее словцо тот, кто его придумал. «Свое насмешник насмешник насмешник» Но если бы насмешник взглянул на себя со стороны, он заметил бы, что и он сам не менее назойливо и докучно выставляет всем на показ знатность и родовитость своей супруги. О докучное самомнение, которым жену вооружает ее собственный муж. Если бы они понимали латынь, им бы следовало процитировать «Валяй, если она недостаточно безумствует по своему побуждению, подстегни ее». Теренций. Я не утверждаю, что осуждать может только человек безупречный, ибо тогда никто никого не осуждал бы. Не считаю я даже, что осуждающий должен быть обязательно непричастен к тому же греху. Я имею в виду, что осуждая недостатки другого человека, о котором сейчас идет речь, мы тем самым отнюдь не избавляем самих себя от внутреннего суда. Со стороны того, кто не в силах справиться со своим собственным пороком, я считаю человеколюбивым стремление излечить от него другого человека, в котором дурное семя, может быть, не так глубоко и зловредно укоренилось. Не считаю я также правильным в ответ на упреки обвинять собеседника в том же грехе. Не все ли это равно? Упрек остается справедливым и полезным. Если бы у нас было хорошее обоняние, наши собственные нечистоты должны были бы казаться нам еще зловоннее. Сократ полагал, что когда какой-нибудь человек, его сын и кто-то ему посторонний, оказываются одинаково повинны в каком-то насилии или оскорблении, виновный должен требовать у правосудия справедливой кары прежде всего самому себе, затем своему сыну и, наконец, третьему, постороннему для него человеку. Платон. Если это предписание, пожалуй, уж чересчур сурово, то во всяком случае каждый, кто в чем-либо виновен, должен судить судом личной совести в первую очередь себя самого. Ощущения наши являются для нас непосредственными, первоначальными судьями, воспринимающими все окружающие вещи по внешнему впечатлению. Нечего и дивиться тому, что во всех областях общественной жизни наблюдается такое непрерывное многообразное смешение всевозможных церемоний и чисто внешних форм поведения, и что именно в них наиболее полным и действенным образом проявляется всякий общественный порядок. Ведь мы всегда имеем дело с человеком, а всего примечательнее, что природа человеческая в основе своей телесна. Пусть те, кто за последние годы стремились утвердить религию созерцательную и безобрядную, то есть протестанты, не удивляются, что есть люди, считающие, что эта религия растаяла бы и растеклась у них между пальцев, если бы она не держалась среди нас больше потому, что стала знаком, именем и орудием общественного разлада и разделения на партии, чем по своим внутренним качествам. То же самое и в ваших диспутах. Важный вид, облачение и высокое положение говорящего часто заставляют верить словам пустым и нелепым. Никому и в голову не придет, что у человека столь уважаемого и почитаемого нет за душой ничего, кроме этого уважения толпы, и что человек, которому поручается столько дела должностей, такой высокомерный и надменный, не более искусен, чем какой-то другой, издали низко кланяющийся ему и ничьим доверием не облеченный. Не только слова, но и ужимки таких людей принимают во внимание, считаясь с ними, и каждый старается истолковать их самым лучшим и основательным образом. Если они снисходят до собеседования с обыкновенными людьми, и им приходится выслушать что-либо, кроме выражений почтительного одобрения, они сокрушают вас авторитетом своего личного опыта, а не, мол, слышали, видели, делали то-то и то-то. Вы просто раздавлены количеством примеров. Я охотно возразил бы им, что, например, ценность опыта, вынесенного врачом, состоит вовсе не в удачной практике, не в простом учете четырех излеченных чумных и трех подагриков, и что опыт его ничего не доказывает, если он не сумел извлечь из него никакой общей мысли и не может убедить нас в том, что стал лучше разуметь свое дело. Так в концерте мы слышим не лютню, фортепиано или флейту, а созвучие этих инструментов вместе взятых, то, что создается их взаимодействием. Если путешествия, совершенные важными лицами и отправление ими должностей пошли им на пользу, пусть они докажут это нам развитием своей способности суждения. Недостаточно накопить опыт, надо его взвесить и обсудить, надо его переварить и обдумать, чтобы извлечь из него всевозможные доводы и выводы. «Никогда не было столько историков, как в наше время. Слушать их всегда хорошо и полезно, так как в складе их памяти мы найдем для себя много прекрасных и нужных сведений, поучений. В жизни это, конечно, большая нам подмога. Но не к тому мы сейчас стремимся. Мы хотим убедиться, достойны ли похвалы сами по себе эти рассказчики и летописцы событий. «Мне ненавистна всякая тирания и в речах, и в поступках. Я всегда выстаю против суетности, против того, чтобы внешние впечатления затуманивали нам рассудок. А так как необыкновенное величие некоторых людей всегда вызывает у меня известные сомнения, я обычно убеждаюсь, что они в сущности такие же, как все. При столь высокой судьбе редко когда встречается простой здравый смысл. Ювенал. Случается, что их уважают и ценят даже меньше, чем они того на самом деле заслуживают. Именно потому, что они за слишком многое берутся и слишком выставляют себя на показ, без достаточных оснований. В человеке, взваливающем на себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем требует его груз. У того, кто не использовал своих сил до предела, можно еще предполагать любые возможности. Тот же, кто пал под непосильным бременем, всем показывает, как слабы его плечи. Вот почему именно среди ученых мы так часто видим умственно убогих людей, из которых вышли бы отличные земледельцы, торговцы, ремесленники. Такой род деятельности вполне соответствовал бы их природным силам. Наука – дело очень нелегкое, оно их сокрушает. Механизм, которым они являются, и недостаточно мощен, и недостаточно тонок, чтобы обрабатывать и перерабатывать столь сложное и благородное вещество. Наука пригодна лишь для сильных умов, а они весьма редки. Слабые же умы, по словам Сократа, берясь за философию, наносят только ущерб ее достоинству. Платон. Оружие это в худых ножнах кажется и никчемным, и даже опасным. Вот как они сами себе портят дело и вызывают смех. Как обезьяна с подобием человеческого лица, которую, когда она постарела, мальчик по тихи ради обредил в роскошную ткань, оставив ей голую спину и голый зад. Забава для пиршеств. Клавдиан против Евтропия. Точно так же и тем, кто нами повелевает и правит, кто держит в руках своих судьбы мира, недостаточно обладать разумением среднего человека, мочь столько же, сколько можем мы, и если они не превосходят нас в достаточной мере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня. От них ожидаешь большего, они и должны делать больше. Молчаливость приносит им зачастую большую пользу не только тем, что придает внушающую почтение важность, но и тем, что порою является для них весьма выгодной и удобной. Так Мегабис, посетив Апеллеса в его мастерской, долгое время пребывал в безмолвии, а затем принялся рассуждать о его творениях, на что получил следующую резкую отповедь. «Пока ты молчал, ты в своем роскошном наряде и золотых украшениях казался нам чем-то весьма значительным. Теперь же, после того, как мы тебя послушали, над тобой потешается мой самый последний подмастерье — Плутарх». Из-за своего высокого положения, из-за окружавшего его великолепия, он не имел права проявлять невежество простолюдина и нести вздора живописи. Ему следовало, не нарушая молчания, сохранять такой вид, будто он в этой области знаток. А скольким из моих нищих духом современников напускная холодная молчаливость помогла прослыть мудрыми и понимающими людьми. Чины и должности, так уж повелось, даются человеку чаще по счастливой случайности, чем по заслугам, и большей частью за это совершенно напрасно упрекают королей. Напротив, надо изумляться, как часто удается им сделать удачный выбор при недостаточном умении разбираться в людях. Величайшая добродетель государя — знать подвластных ему людей. Марциал. Ибо природа отнюдь не наделила их неспособностью обнять взором столь большое количество людей, чтобы остановиться на достойнейших, недаром заглядывать в душу, дабы получить представление о нашем взгляде на вещи и наших качествах. Им приходится выбирать нас как бы наугад, в зависимости от обстоятельств, от нашей родовитости, богатства, учености, репутации, оснований весьма слабых. Тот, кто сумел бы найти способ всегда судить о людях по достоинству и выбирать их согласно доводам разума, уже одним этим установил бы самую совершенную форму государственности. Отлично! Допустим, что ему удалось совершить это великое дело. Это уже нечто, но еще не все. Ибо справедливое изречение, что о данном совете нельзя судить только по исходу предприятия. Карфагенини взыскивали со своих полководцев за неправильные решения, даже если по счастливой случайности дело обернулось хорошо, а народ римский нередко отказывал в триумфе полководцам, одержавшим крупные и очень выгодные государству победы только за то, что успех достигнут был не благодаря их искусству, а лишь потому, что им повезло. Обычно приходится наблюдать, что во всех жизненных делах судьба, которая всегда стремится показать нам свое могущество и унизить нашу самонадеянность, но не может сделать неспособных людей мудрецами, дарует им вместо разума и доблести удачу. И благосклоннее всего она к тем именно предприятиям, где успех зависит исключительно от нее. Вот почему мы постоянно видим, что самые ограниченные люди доводят до благополучного разрешения важнейшие дела, как общественные, так и частные. Недаром Перси Рам, отвечая людям, удивившимся, почему это его дела так плохи, когда он рассуждает так умно, сказал, что рассуждение зависит только от него самого, а успех в делах – от судьбы. Плутарх. Удачливые простаки могут сказать то же самое, только в обратном смысле. В нашей жизни почти все совершается как-то само по себе. Судьбы находят путь. Вергилий. Успехом может зачастую увенчаться самое неосмысленное поведение. Наше участие в каком-либо предприятии почти всегда дело навыка, и руководствуемся мы гораздо чаще обычаем и примером, чем разумными соображениями. Пораженный в свое время важностью одного дела, я узнал о тех, кто привел его к удачному концу, как они действовали и на каком основании, и обнаружил во всем этом лишь самую обычную посредственность. Может быть, действовать наиболее обычным и общепринятым образом в жизненных делах всего полезнее и удобнее, хотя это и производит несравненно меньшее впечатление. Как самые пошлые побуждения наиболее основательны, самые низменные и жалкие, самые избитые больше всего приносят пользу делу? Для того, чтобы поддерживать уважение королевским предначертаниям, нет необходимости, чтобы к ним были причастны простые смертные, которые при этом стали бы слишком далеко заглядывать. Кто хочет сохранить к ним должное почтение, пусть доверится полностью и безоговорочно. Мое рассуждение о том или ином деле лишь слегка затрагивает его, поверхностно касается на основании первого впечатления. Что же до главного и основного, то в этом я привык полагаться на проведение. Предоставь остальное богам. Гораций. Две величайшие, на мой взгляд, силы, счастье и несчастье. Неразумно считать, будто разум человеческий может заменить судьбу. Тщетны намерения того, кто притязает обнять причины и следствия и за руку вести свое предприятие к вожделенному концу. Особенно же тщетны, а не при обсуждении операции на военном совете. Никогда еще люди не проявляли столько предусмотрительности и осмотрительности в делах военных, как зачастую проявляем теперь мы. Не страха ли сбиться с пути, не стремление ли благополучно прийти к развязке. Скажу даже больше, и сама наша мудрость, наша рассудительность большей частью подчиняется воле случая. Мои воли и рассудок покоряются то одному дуновению, то другому, и многие из их движений совершаются помимо меня. Разум мой подвержен воздействием, зависящим от случайных, временных обстоятельств. Меняется облик души, и сердце порождает то одни побуждения, то другие, пока ветер не успел разогнать тучи. Вергилий посмотрите, кто в наших городах наиболее могуществен и лучше всего делает свое дело, и вы найдете, что обычно это бывают наименее способные люди. Случалось, что женщины, дети и безумцы управляли великими государствами не хуже, чем самые одаренные властители. И обычно, отмечает Фукидит, грубым умам дело управления давалось лучше, чем утонченным. Мы же удачу их приписываем разумению. Каждый возвышается в меру того, как ему благоволит судьба, а мы на основании этого говорим, что он умница, плавт. Вот почему я всегда прав, утверждая, что ход событий плохое доказательство нашей ценности и наших способностей. Говорил я также, что нам надо только обратить внимание на какое-нибудь лицо, достигшее высокого положения. Если за три дня до этого мы знали его как человека незначительного, в нашем представлении возникает образ величественный, полный благородных свойств. И вот мы уверены, что человек этот, возвысившийся в общественном положении и во мнении людей, возвысился также и по своим заслугам. Мы судим о нем не по его подлинным качествам. Для нас он, как игральная фишка, ценность которой зависит от того, куда она ляжет. Если переменится счастье, если он падет и вновь смешается с толпой, каждый станет выражать удивление. Как это удалось ему сперва так высоко забраться? Тот ли это человек? Скажут все. Неужто он ни о чем понятия не имел, когда занимал свой пост? Неужто короли так плохо выбирают себе слуг? В хороших же руках мы находились? Сколько раз приходилось мне это видеть? Ведь и личины великих людей, изображенных на сцене, могут нас взволновать и обморочить. Больше всего заставляют меня преклоняться перед королями толпы преклоненных перед ними людей. Все должно подчиняться и покоряться им, кроме рассудка. Не разуму моему подобает сгибаться, а лишь коленям. Когда Мелантия спросили, что он думает о трагедии, сочиненной Дионисием, он ответил, «Я ее даже и не видел, так она затуманена велеречием». Плутарх. Точно так же большинство из тех, кто судит о речах властителей, могут сказать, «Я не слышал того, что он сказал, так это все было затуманено превыспоренностью, важностью и величием». Антисфен, посоветовав однажды Афининам распорядиться, чтобы их ослов применяли для пахоты так же, как лошадей, получил ответ, что эти животные для такой работы не годятся. «Все равно», возразил он, «достаточно вам распорядиться, ведь даже самые невежественные и неспособные люди, которые у вас командуют на войне, сразу же становятся подходящими для этого дела, как только вы их назначили». Диоген Лаэрдский. Сюда же относятся обычаи многих народов обожествлять избранного ими властителя. Им мало почитать его, они хотят ему поклоняться. Жители Мексики после коронования своего владыки уже не смеют смотреть ему в лицо. Он же, раз они его обожествили, наделив царской властью, клянется им не только защищать их веру, законы, свободу, быть доблестным, справедливым и милостивым, но также заставлять солнце светить и совершать свой путь в небе, тучи изливать в должное время дождь, реки струиться по течению, землю приносить все нужные народу плоды. Гомора всеобщая история Индии. Я не придерживаюсь этого общепринятого взгляда на вещи, и высокие достоинства человека вызывают у меня подозрения, если им сопутствуют величие, удача и всеобщий почет. Надо всегда иметь в виду, какое значение имеет возможность сказать то-то и то-то в подходящий момент, выбрать отправную точку, прервать свою речь или властным решением изменить предмет ее, отвергнуть возражение собеседника одним лишь движением головы, улыбкой или просто своим молчанием перед аудиторией, трепещущей от благоговейного почтения. Некий человек, обладатель неслыхного богатства, вмешавшись в легкую, ни к чему не обязывающую беседу, которая велась за его столом, начал буквально так. Только лжец или невежда могут не согласиться с тем, что... и так далее. Острый зачин столь философического свойства можно развивать и с кинжалом в руках. Вот и другое соображение, которое я считаю весьма полезным. Во время бесед и споров нельзя сразу же соглашаться с каждым словом, которое кажется нам верным. Люди большей частью богаты чужой мудростью. Каждый может употребить ловкое выражение, удачно изречь что-нибудь или удачно ответить и выступив со всем этим, даже не отдавать себе отчетов подлинном значении своих слов. Я и на своем личном примере мог бы показать, что не всегда полностью владеешь тем, что заимствовано у другого. Какой бы верной и красивой ни казалась чужая мысль, не всегда следует ей поддаваться. Надо или разумно противопоставить ей другую, или же отступить, и сделав вид, что не расслышал собеседника, основательно со всех сторон прощупать, что он в сущности имел в виду. Может случиться так же, что мы слишком остро отзовемся на удар, которым нас вовсе не собираются сильно затронуть. В свое время мне случалось в пылу спора давать такие ответы, которые попадали гораздо дальше, чем я намечал. Я старался, чтобы они были только числом побольше, а давили на собеседников они всем своим весом. Когда я спорю с сильным противником, то стараюсь предугадать его выводы, освобождаю его от необходимости давать мне разъяснение, силюсь досказать за него то, что в речах его лишь зарождается и потому не вполне выражено, ведь он так ладно и правильно рассуждает, что я уже заранее чувствую его силу и готовлюсь к обороне. С противниками слабыми я поступаю совершенно противоположным образом. Их слова надо понимать именно так, как они сказаны, и ничего дальнейшего не предугадывать. Если они употребляют общие слова, то хорошо, это плохо, осуждение их получается верным, надо посмотреть, не случайно ли они оказались правы. Пусть они приведут более обстоятельные доводы и объяснят, почему именно, каким образом это так, а не иначе. Общепринятые мнения, с которыми постоянно сталкиваешься, ничего мне не говорят. Высказывающие их люди как бы приветствуют целую толпу народа, не различая в ней никого. Тот же, кому она хорошо знакома, обращается каждому в отдельности, называя его по имени. Но дело это нелегкое. По нескольку раз в день приходилось мне замечать, что умы неосновательные, желая сделать вид, будто они хорошо разбираются в красотах какого-нибудь литературного произведения, выражают свое восхищение по столь неудачному поводу, что убеждают нас не в достоинствах автора, а в своем собственном невежестве. Прослушав страницу из Вергилия, можно безошибочно воскликнуть «Как прекрасно!» Этим обычно и отделываются хитрицы, но обстоятельно разобрать данный отрывок, подробно и обоснованно отметить, в чем выдающийся писатель превзошел сам себя, как он достиг высшего мастерства, взвесить отдельные слова, фразы, образы, одно за другим, от этого лучше откажитесь. Нужно обращать внимание не только на то, что каждый говорит, но также и на то, что каждый чувствует, и по какой причине он чувствует именно так. Цицерон «Постоянно слышу я, как глупцы держат речи вовсе не глупые, говорят они верные вещи, но посмотрим, насколько хорошо они их знают, откуда идет их разумение. Мы помогаем им воспользоваться умным словом, правильным доводом, которые не им принадлежат, которыми они только завладели, а не привели их нам случайно, на ощупь, мы же относим все это на их личный счет. Вы им оказываете помощь, «А зачем?» Они нисколько неблагодарны и становятся лишь невежественнее. Не помогайте им, предоставьте их самим себе. Они станут обращаться с предметом, о котором идет речь, как люди, опасающиеся обжечься. Они не решатся подойти к нему с какой-то другой стороны, углубить его. Вы же повертите его туда и сюда, и он сразу выпадет у них из рук, а не уступит вам его, как бы прекрасен и достоин он ни был. Оружие это хорошее, но с неудобной для них рукоятью. Сколько раз бывал я тому свидетелем, но если вы начнете учить их и просвещать, они тотчас же присвоят себе все преимущества, которые можно получить от ваших разъяснений. Это я и хотел сказать, так я именно и думал, только не нашел сразу подходящих слов. Подскажите «Чтобы справиться с их чванливой глупостью, нередко приходится поступать круто». Гегесий говорил, что никого не следует ненавидеть и осуждать, надо лишь учить. Диоген Лаерцкий «Это правило хорошо и разумно в других случаях. Здесь же несправедливо и даже бесчеловечно давать помощь и совет тому, кому они не нужны, и кто от них становится только хуже. Пусть они запутаются еще крепче, завязнут еще глубже, так по возможности глубоко, чтобы их положение стало им наконец понятно. Глупость и разброд в чувствах не такая вещь, которую можно исправить одним добрым советом. О такого рода исцелении можно сказать тоже, что царь Кир ответил человеку, советовавшему ему обратиться к войскам с речью перед самой битвой, что людям не проникнуться воинственностью и мужеством на поле боя от одной хорошей речи, так же, как нельзя сразу стать музыкантом, прослушав одну хорошую песню. Ксенофонд, керапедия. Этим можно владеть только после длительного и основательного обучения. Близким своим мы обязаны оказывать такую помощь, прилежно учить их и наставлять. Но проповедовать любому прохожему, исправлять невежество и тупость первого встречного – вот обычай, которого я никак не одобряю. Редко соглашаюсь я заниматься подобным делом, даже когда случайная беседа меня на это вызывает, и скорее готов стушеваться в споре, чем выступать в скучной роли учителя и наставника. Нет у меня также немалейшей склонности писать или говорить для начинающих. Какие бы неверные и нелепые на мой взгляд вещи не говорились публично или в присутствии посторонних, я не стану опровергать их ни словами, ни знаками нетерпения. Вообще же ничто в глупости не раздражает меня так, как то, что она проявляет куда больше самодовольства, чем это с полным основанием мог бы делать разум. Беда в том, что разум то и не дает вам проявлять самоудовлетворенность и самоуверенность, и вы всегда бываете охвачены сомнением и тревогой там, где упрямство и самонадеянность преисполняют тех, кому они свойственны, радостью и верой в себя. Самым несмышленным людям удается иногда взглянуть на других сверху вниз, с победой и славой выйти из любой схватки, а еще чаще их похвальбы и горделивая внешность производят самое благоприятное впечатление на окружающих, которые обычно недалеки и не способны разбираться в подлинных качествах человека. Упрямство и чрезмерный пыл в споре вернейший признак глупости. Есть ли на свете существо более упорное, решительное, презрительное, самоуглубленное, важное и серьезное, чем осел? Разве не можем мы приправлять взаимное общение и беседу краткими остроумными замечаниями, которые сами собою рождаются в веселом и честном кругу друзей, с полным взаимным удовольствием, перебрасывающихся живыми и забавными шутками? По природной своей вялости я весьма склонен к такому времяпрепровождению, и если в нем нет значительности и серьезности того другого времяпрепровождения, о котором я только что говорил, то в нем можно проявить не меньше изобретательности и остроты, и оно не менее полезно, как это полагал и Ликург. Плутарх. Что до меня, то в нем я проявляю больше непосредственности, чем остроумие, и я более удачлив, чем искусен. Зато я безукоризнен в терпении, ибо без малейшей досады встречаю отпор не только резкий, но даже обидный, и если мне не удается тут же на месте найти удачный ответ на выпад противника, я не стану долго топтаться на одном месте, проявляя ненужное упрямство в скучных и неубедительных возражениях. Я умолкаю, с веселой покорностью склоняя голову и дожидаюсь более благоприятного случая доказать свою правоту. Тот, кто всегда в выигрыше, не настоящий игрок. У большинства людей, чувствующих свою слабость, изменяются выражения лица и голос, и, распаляясь бесполезным гневом, вместо того, чтобы дать настоящий отпор, они только доказывают свое бессилие и нетерпение. В подобных схватках мы невзначай касаемся наиболее потаенных струн, самых скрытых своих недостатков, которые в спокойном состоянии не могли бы обнажить безмучительного чувства. И таким образом мы в самих себе получаем полезный урок и предупреждение. Есть у нас и другие игры. На французский манер, когда дают волю рукам, их я до смерти ненавижу. За свою жизнь я дважды видел, как в таком деле погибли два принца нашего королевского дома. Монтен имеет в виду герцога Энгиенского, убитого в 1546 году во время грубой забавы, и короля Генриха II, погибшего в 1559 году на турнире. Гнусное дело. Настоящая драка во время игры. Вообще, когда я хочу составить себя ком-либо мнение, я спрашиваю его, насколько он доволен собою. Понравлю ему то, что он делает и говорит. Я не желаю слышать такого рода оправданий, как «Я сделал это играючи». Это произведение было взято у меня в разгар работы над ним, «Овидий», «Скорбные песни». Я на это и часа не потратил. Этого я с тех пор и в глаза не видел. Хорошо, говорю я в таких случаях, оставим все эти вещи. Покажите мне то, что вас целиком представляет, то, почему, как вы сами считаете, о вас можно справедливо судить, и еще, что вы считаете в своем произведении самым лучшим, вот это, или может быть, то, изящество исполнения или самый предмет, изобретательность вашу, или умение рассуждать, или познание. Ибо, как я замечаю, люди обычно также ошибаются в оценке своего труда, как и чужого, и не только из-за пристрастности, которая сюда примешивается, но и по неумению хорошо разобраться в своем же деле. Творение человека, имея собственное значение и судьбу, может оказаться для него удачей больше, чем он имел основание на то рассчитывать по своим знаниям и способностям, может оказаться значительней, чем он сам. Что до меня, то о ценности чужого труда мне гораздо легче высказать определенное мнение, чем о ценности моего собственного. И эти свои опыты я расцениваю то низко, то высоко, проявляя непоследовательность и неуверенность. Существует много книг, полезных по своему содержанию, но ничего не говорящих об искусстве автора, и много хорошо написанных книг, как и других хорошо выполненных работ, которых создателю следовало следовало стыдиться. Я могу написать об обычаях нашего общества, о нашем способе одеваться, но я сделаю это коряво и неумело. Я могу опубликовать указы, изданные в мое время, письма государей, ставшие всем известными. Я могу сделать сокращенное изложение хорошей книги, а всякое сокращенное изложение хорошей книги вздор, а затем сама книга будет утеряна и тому подобное. Потомство извлечет из подобных сочинений немалую пользу, но мне-то какая выпадет честь, кроме случайной удачи? Значительная часть самых прославленных книг именно такого рода. Когда несколько лет назад я прочитал Филиппа до Камина, писателя разумеется превосходного, меня поразила у него одна не совсем обычная мысль, надо остерегаться оказывать своему повелителю столько услуг, что он уже не может вознаградить за них подобающим образом. Я должен был хвалить самую мысль, а не писателя, ибо недавно обнаружил ее у Тацата. Благодеяния приятны только тогда, когда знаешь, что можешь за них отплатить. Когда же они непомерны, то вместо благодарности воздаешь за них ненавистью. Так же и у Сенеки, выраженную с большей силой. Кто считает, что позорно не отплачивать, тот не хочет, чтобы было кому платить. Квинт Цицерон говорит о том же, хотя и менее выразительно. Кто считает, что он перед тобой в долгу, тот никоим образом не может быть твоим другом. Человек, обладающий знаниями и памятью, может изложить любой подходящий для него предмет. Но для того, чтобы судить, что именно в данной книге принадлежит автору, что в ней наиболее примечательно, как проявились здесь красота и силы его души, нужно распознать, что вложено им самим, а что заимствовано, и рассмотреть также, как в заимствованном сказалось его умение выбрать, составить план, проявить изящество в стиле и языке. А что если содержание он заимствовал, а форму ухудшил, как это часто бывает? Мы, мало занимающиеся книгами, попадаем в затруднительное положение, ибо найдя у какого-нибудь нового поэта яркий образ, у проповедника сильный довод, не решаемся хвалить их, не узнав сперва у сведущего человека, им ли все это принадлежит, или у кого-нибудь заимствовано. Я лично всегда проявляю должную осмотрительность. Я недавно прочел от доски до доски все сочинения Тацата, а это со мной редко случается. Вот уже лет двадцать, как я не могу читать подряд одну и ту же книгу, даже в течение какого-нибудь часа, и прочел по совету одного дворянина, весьма уважаемого во Франции, как за свои личные достоинства, так и за свойственные ему и всем его братьям ум и добросердечия. Я не знаю писателя, который, излагая исторические факты, уделял бы при этом столько внимания нравам и склонностям отдельных личностей. И мне кажется, в противоположность его собственному мнению, что изучая с особенным вниманием судьбы императоров своего времени, столь разнообразные и по всем своим проявлениям необычные, а также те благородные деяния, которым побуждало многих их подданных именно их жестокость, он имел дело с предметом, гораздо более волнующим и привлекательным для обсуждения и повествования, чем если бы рассказывал о битвах и общественных неурядицах. Я даже нередко находил его способ изложения чрезмерно скупым, когда он так бегло говорил о многих примерах доблестной кончины, словно боялся наскучить нам их обилием и длительным о них рассказом. Такой способ писать историю является наиболее полезным. Движение общественной жизни в большей мере зависит от судьбы, частной, от нашего собственного поведения. Сочинения Тацата скорее рассуждения, чем повествования о событиях, они больше поучают нас, чем осведомляют. Эта книга не для развлекательного чтения, а для того, чтобы изучать жизнь, черпать полезные уроки. В ней столько изречений, что их находишь повсюду, куда не бросишь взгляд. Это какой-то питомник рассуждений по вопросам этики и политики, напотребуев поучения тем, кто держит в руках своих судьбы мира. Тацат неизменно орудует сильными и обоснованными доводами, остро и тонко пользуясь ученым стилем своего времени. Римляне так любили тогда приподнятость, что если в самом предмете они не находили возможности проявить остроумие и изысканность, то прибегали для этого к слову как таковому. Манера Тацата в немалой степени напоминает манеру Сенеки, только у него преобладает насыщенность, а у Сенеки острота. Он более подходит для того состояния, сметенного и недужного, в каком мы сейчас пребываем. Часто кажется, что это нас он изображает и обличает. Те, кто сомневается в его добросовестности, тем самым выдают свою досаду и раздражение на него, но воззрения его здравые, а в римских делах он на стороне блага. Не очень нравится мне только то, что он судил о Помпее строже, чем следовало бы, исходя из мнения достойных людей, живших во времена Помпея и общавшихся с ним, что он во всем уподоблял Помпея Марию и Сулли, считая, впрочем, его более скрытным. Общепризнанно, что стремление Помпея стать укормило власти, не было свободно от чистолюбивых и мстительных расчетов, и даже друзья его опасались, что победа может вскружить ему голову, однако не настолько, чтобы он стал прибегать к таким же необузданным мерам, как Марий и Сулла. Он не совершил в своей жизни ничего, что давало бы повод опасаться такой же предельно жестокой тирании. К тому же, подозрению нельзя придавать такого же веса, как очевидности. Вот почему я не верю оценке, которую Тацет дает Помпею. Если в повествованиях его мы находим естественность и правдивость, то, может быть, объясняется это именно тем, что они не всегда точно соответствуют выводам из его же положений, развиваемых им согласно заранее установленному плану и часто вне всякой зависимости от предмета, который он изображает, ни в малейшей степени не стараясь подогнать под свое задание. Ему незачем оправдываться в том, что, повинуясь законом своего времени, он защищал языческую религию и понятия не имел об истиной. Это беда его, а не порог. Я особенно пристально вникал в суждения Тацета, и не все в них мне вполне ясно. Так, например, я не понимаю, почему письмо, которое старый и больной Тиберий отправил Сенату, что мне написать вам, господа, и как вам писать, и чего бы я мог не написать вам в эти дни, да нашлют на меня боги и богини еще худшие страдания, чем те, что я каждодневно испытываю, если я смогу ответить на этот вопрос. Он так уверенно связывает с какими-то жестоко терзающими Тиберия угрызениями совести. Квинт Цицерон. Во всяком случае, читая Тацета, я не мог уразуметь его оснований. Довольно мелким представляется мне Тацет и в том месте, где, упоминая о высокой должности в Риме, которую он одно время занимал, он считает нужным присовокупить в порядке извинения, что говорит об этом отнюдь не исчиславия. Черта эта для столь высокой души, по-моему, неподобающая. Ибо тот, кто не осмеливается говорить о себе прямо, проявляет малодушие. Если он судит о вещах решительно и независимо, здраво и уверенно, то, не раздумывая, станет приводить примеры своей личной жизни, как нечто постороннее, и о себе самом говорить так же беспристрастно, как о любом другом человеке. Нужно во имя истины и свободы быть выше всех этих общепринятых правил учтивости. Я же осмеливаюсь говорить не просто о себе, но даже исключительно о себе. Писать о других вещах означает для меня сбиваться с пути и уклоняться от своего предмета. Я не настолько неразумно люблю себя и не так уж крепко к себе привязан, чтобы не быть в состоянии бросить на себя взгляд со стороны, как на соседа, как на дерево. Пороком является также неспособность правильно оценить собственные возможности и говорить о себе больше, чем сам видишь. Бога мы должны любить больше, чем самих себя, и хотя мы знаем его гораздо меньше, но говорим о нем сколько нашей душе угодно. Если творения Тацата дают о нем правильное представление, он, по всей видимости, был большой человек, благородный и мужественный, обладающий разумом, чуждой суеверия, философическим и великодушным. Свидетельства его кажутся порою слишком уж смелыми, как, например, рассказ о солдате, который нес вязанку дров. Руки солдата якобы настолько окоченели от холода, что кости их примерзли к ноше, да так и остались на ней, оторвавшись от конечностей. Тацат «Однако в подобных вещах я имею обыкновение доверять столь авторитетному свидетельству, такого же рода и рассказ его о том, что Веспасиан по милости бога Сераписа исцелил в Александрии слепого, помазав ему глаза своей слюной». Тацат сообщает он и о других чудесах, но делает это по примеру и по долгу всех добросовестных историков. Они ведь летописцы всех значительных событий, а ко всему происходящему в обществе относятся также толки и мнения людей. Историки должны рассказывать, чему верили окружающие их люди, но это отнюдь не означает одобрение этих верований. Оценкой по праву занимаются теологи и философы, наши духовные руководители. Между тем один из сотоварищей его, человек не менее великий, мудро говорит, «По правде говоря, я сообщаю и о том, чему сам не верю, ибо я не хочу утверждать того, в чем сомневаюсь, и не хочу умалчивать о том, что мне известно». Квинт Курций. Другой ему вторит, утверждать или отрицать это не стоит труда, нужно придерживаться традиции. Тит Ливий Тац отворил в эпоху, когда вера в чудеса начала ослабевать. Однако же он пишет, что не может не дать в своих анналах место вещам, которые с верою принимали многие достойные люди и столь благоговейно почитали предки. Отлично сказано. Пусть историки будут щедрее на рассказы о том, что они слышали, чем на свои собственные соображения об этом. Да и я сам, полновластный владыка предмета, никому не обязанной отчетом, вовсе не считаю себя непогрешимым. Часто я позволяю себе различные выходки, которых отнюдь не принимаю всерьез, и словесные выверты, после которых сам покачиваю головой. Тем не менее я даю им волю, ибо вижу, что они нередко приносят славу. Я ведь не единственный судья в этом деле. Я предстаю перед читателем стоя и лёжа, спереди и сзади, поворачиваясь то правым, то левым боком, во всех своих естественных положениях. Умы одинаковой силы не всегда сходны по склонностям и вкусам. Вот всё, что в целом и довольно неопределённо подсказывает мне память. Все наши общие суждения неясны и несовершенны. Субтитры субтитры Продолжение следует...